Прежде всего, должен сказать, что уже этот вопрос обсуждался, что по-различному воспринимают и классифицируют поражение лимфатических узлов, и сами лимфатические узлы латеральные, и это всем хорошо известно. И я хотел бы обратиться к той же публикации, которая уже упоминалась. Это публикация, в которой анализируется 20-летний опыт лечения 11 567 пациентов в ведущих госпиталях Японии. И действительно, тут, конечно, существуют аргументы как в сторону западной позиции, так и в сторону японской. Об этом уже упоминалось, что существуют различия, конечно же, пятилетней выживаемости между метастатическим, у больных которых имеется метастатическое поражение внутренних подвздошных лимфатических узлов и, соответственно, наружных подвздошных лимфоузлов. И эти различия статистически достоверны. И, конечно, это, наверное, аргумент именно в сторону западной концепции, если мы говорим, опять же, о сравнении результата пятилетней выживаемости канцерспецифической при поражении наружных лимфатических узлов, как вы видите, здесь пятилетняя выживаемость составляет 34%, то в отличие от поражения метастазами таких органов, как печень, лёгкие и так далее, в этом случае пятилетняя выживаемость составляет 27%, и всё-таки это различия статистически достоверны, и поэтому этот аргумент в сторону концепции японской, что наружные лимфатические узлы следует относить к региональным метастазам. Я, опять же, упомяну результаты единственного рандомизированного исследования, которое также проведено японскими нашими коллегами. Это японская клиническая онкологическая группа, и здесь в этом исследовании участвовали 33 ведущие клиники Японии. И, конечно же, если посмотреть действительно на различия между этими группами, которые перенесли тотальную мазерактомактомию плюс расширенную лимфодисекцию и тотальную мазерактомактомию, то если мы говорим об общем частоте возврата заболевания, то есть и отдалённые метастазы и лока региональные, то различия несущественны, и есть преимущество в частоте локорегиональных рецидивов на целых 6% именно при выполнении расширенной лимфодисекции. Но, как уже упоминалось ранее, если мы говорим о пятилетней безрецидивной выживаемости, то различия составляют всего-навсего 0,1%. В равномерии и показатель общей пятилетней выживаемости составляет всего-навсего незначительную цифру 2,4%. И мы видим, что различий здесь нет. Вот что касается пятилетней выживаемости без местного рецидива, то здесь различия несколько выше, они составляют более 5%, но в этой публикации не приведена, это статистически достоверная разница или нет. В целом, вот за 2020 год он такой был урожайный, было подготовлено целых три мета-анализа, сравнивающих эффективность литеральной лимфодисекции по сравнению с тотальным эзеректом эктомии при раке прямой кишки. Это и публикация мета-анализ из Китая, из Европейского Союза и из Шотландии. Вот если обратиться к мета-анализу, который провели наши китайские коллеги, то, как это уже и известно хорошо, прежде всего достоверное развитие по частоте возникновения осложнений после выполнения расширенной лимфодисекции. Что касается результатов общих определения частоты местных рецидивов при выполнении лимфодисекции и без ее выполнения, то здесь статистически достоверных различий не получено, кроме ранее упоминавшегося рандомизированного исследования. И опять же уже говорилось о том, что сравнивается японское рандомизированное исследование, упоминавшееся выше, и Датч Трайл. И здесь я еще раз хочу продемонстрировать, что если мы сравниваем лимфодисекцию и предоперационную лучевую терапию, достаточно все-таки несовершенную. Это период времени, ведь это исследование Датч Трайл проводилось с период времени с 1993 по 1996 год. Предоперационная лучевая терапия проводилась 5 по 5, 25 ГРЭИ, сразу же без какого-либо интервала проводилось оперативное вмешательство. И мы видим, что если сравнивать группу лимфодисекции и группу предоперационной лучевой терапии, то местный рецидив 7,6%. И, соответственно, если сравнивать группу именно тотальной мазаретомектомии, то 13,12%. И вот что несколько смущает, что, казалось бы, вот есть латеральная лимфодисекция. И вот если мы говорим о частоте возникновения именно рецидивов в области латерального пространства, то почему оно ниже при проведении предоперационной, в общем-то, достаточно невинной лучевой терапии в рамках дач-трави, это 20 с чем-то процентов, почему эти рецидивы возникают у 57% больных, перенесших латеральную лимфодисекцию? И вот здесь вот стоит вопрос, с кем понятны? А здесь вот написано на японском, это требует какого-то дополнительного объяснения, которое лично я привести на сегодняшний день не могу. Опять же, очень интересные данные, мне представляется, это опыт двух ведущих клиник Японии, это национальный онкологический центр в Токио и Айчи Кэнсо Сенте в Нагое. И получается, что вот если посмотреть результаты, опять же, в выполнении лимфодисекции именно при поражении лимфатических узлов. И вот обратите внимание, здесь из 1191 пациента метастазы в лимфатических узлах при патоморфологическом исследовании были выявлены у 599. И в подавляющем большинстве случаев, это 45 и 44%, это были всё-таки в мазоректальные лимфатические узлы. И вы видите, что существенно реже поражались именно латеральная группа лимфатических узлов. И, конечно же, вот если мы берём частоту, зависимость, опять же, возникновения местных рецидивов, это кумулятивная частота при односторонней или двухсторонней лимфодисекции. И я должен сказать, что вот если мы сравним эти два центра, то в центре Многое у всех тотальных пациентов выполнялась латеральная лимфодисекция и были даже включены туда пациенты с Т1, в отличие от рекомендаций, которые были продемонстрированы в прежнем, в предыдущем докладе. И более того, достаточно агрессивно. Если во время операции определялось поражение именно латеральная группа лимфатических узлов, то производилось удаление и автономной нервной системы, и, соответственно, внутриподвздошные сосуды удалялись. То есть достаточно такой агрессивный подход мы видим. Что касается наших коллег, работающих в Национальном онкологическом центре в ТОКе, то у 20% больных, в зависимости прежде всего и от находок интероперационных, а также от локализации опухоли по окружности, то есть если она локализовалась по боковым полокружностям, положим, по правой, то справа проводилась лимфодисекция, слева нет, и наоборот. И, соответственно, у 20% больных из токийского центра лимфодисекция производилась с одной стороны. И, конечно, мы видим, что тут различия имеются, но всё-таки отчего такой высокий показатель местных рецидивов? Потому что всё-таки, да, у ряда больных, особенно в токийском центре, проводилась озвучивая терапия, но их количество было незначительное, и в том числе проводилась и неодевантная химиотерапия, но вот здесь она, видимо, не оказала особого влияния на частоту возникновения местных рецидивов. Очень вот меня смутила, опять же, работа, которая, это ретроспективный анализ 40 пациентов, которые перенесли тотальную мазараптомию в сочетание с латеральной лимфодисекцией, и 30 пациентов, которые в лечении было дополнено предоперационной лучевой терапией, и здесь какие-то совершенно непривычные для Японии данные о резком ухудшении, как безрецидивной выживаемости, вы видите, у тех больных, которые не получали лучевую терапию, где-то, насколько я помню, около 50 грейн, и, соответственно, резко увеличилась частота местных рецидивов в группе без именно химио-лучевой терапии. И, конечно же, если мы рассматриваем современные возможности лучевой терапии, то, конечно, это вдохновляет и даёт большую надежду, потому что мы здесь с современными технологиями можем совершенно менять поля облучения, и здесь, конечно, наверное, резко увеличатся возможности лучевой терапии. Я хотел бы привести наш клинический пример, с которым мы встретились, это больной 42-х лет, рак на 8 сантиметрах, при магнеторезонансной томографии. В правом запирательном пространстве выявлен лимфоузел более 1 сантиметра в диаметре, выявлены также лимфатические узлы, метастатически поражённые в лимфатической, в мазоректальной клетчатке, и, соответственно, по рекомендации МДТ было принято решение о необходимости проведения четырёх курсов химиотерапии в режиме ФОКСК-СИРИ, и, соответственно, несколько, так скажем, уменьшился размеры лимфоузла в запирательном пространстве, и существенно, как вы видите, уменьшился экзофитный компонент самой опухоли в прямой кишке, но поскольку остались эти изменения, опять же, по рекомендации МДТ было принято провести предоперационную химиолучевую терапию, и вы здесь видите стандартное поле облучения, но вот конкретно нашему пациенту было так сформировано вот такое поле облучения предоперационной и пациент получил химиолучевую терапию в суммарной дозе 50 ГРЭЙ, и вы видите, что у нас во-первых, уменьшил, практически исчезли признаки метастатического поражения запирательного лимфатического узла, и, соответственно, уменьшилось количество лимфатических узлов в мазоректальной клетчатке за исключением одного узла, который имел признаки метастатического поражения. Так вот, конечно же, нас всех интересует вопрос, возможно ли обойтись только лишь мазоректомтомией и не удалять латеральную группу лимфатических узлов. И, конечно, наверное, уместно вспомнить о Анжелете Хабергаме, которая 20 лет назад предложила вот этот подход Watch and Wait. Я напомню её результаты, что полный клинический ответ после химио-лучевой терапии был получен у 49% больных, и при этом надо подчеркнуть, что у 20% из них имелось поражение лимфатических узлов. То есть всё-таки, скорее всего, лучевая терапия оказывает влияние именно и на такого рода метастазы. К сожалению, вот если полистать и просмотреть литературу, вот такой результат никому не удалось повторить, то, что сделала группа Хабергамы. И, соответственно, вот мы видим, что в одном из исследования только лишь у 12% пациентов удавалось достичь полного исчезновения опухоли. Но, опять же, я хотел подчеркнуть, что достаточно высокая частота по данным предоперационного предберни лучевого лечения поражения региональных лимфатических узлов. Конечно, вот очень трудно понять, насколько мы можем доверять результатам магнитной резонансной томографии. Уже упоминалось прежде всего, конечно, возможно, по трем каким-то признакам изменения очертания лимфатического узла, его структуры, но, конечно, все склоняются к мысли, что следует ориентироваться прежде всего на размеры лимфатических узлов, выбранных в предлечебном периоде, и они, конечно, разнятся, разными авторами приводятся разные ориентиры, но что бы хотелось подчеркнуть, конечно, вот если взять результаты этого метаанализа, который здесь приводится, то чувствительность составляет 72%, специфичность 80%, то есть иными словами, у каждого третьего больного магнитно-резонансная томография, вот согласно этому исследованию, позволяет выявить, не выявляет метастазовые латеральные лимфатические узлы, они есть, а у каждого пятого больного, по данным магнитно-резонансной томографии, метастазы, латеральные лимфоузлы, они выявляются, а на самом деле их нет, и поэтому, конечно, это всегда вопрос, есть или нет, и вот я хотел бы тоже еще сослаться на публикацию, она достаточно такая, так скажем, тут участвует много стран, представители семи стран, очень авторитетные клиники, и американские, и европейские, и, соответственно, три центра из Японии, и всего было включено 1216 пациентов, и вот тем, кто пациентам, которые лечились в европейских, и, соответственно, американских клиниках проводилась лучевая терапия, и вот вы видите, и, соответственно, литеральная лимфодисекция выполнялась нашими японскими коллегами. Вот здесь они четко нашли точку отсечения, все-таки 7 мм, потому что, вот если вы видите, если четкая корреляция между размером лимфатического узла, по данным магнитно-резонансной томографии, если он больше 7 мм, то наивысшая частота поражения и именно возврата болезни в латеральной группе лимфатических узлов, и, соответственно, и частота корреляции с частотой местных тазовых рецидивов тоже здесь четко просматривают. Ну вот они получили такие достаточно интересные данные, что вот поскольку они проанализировали в том числе результаты лечения с применением предоперационной лучевой терапии, и получилось так, что рецидивы литеральных лимфаузла... Мне очень неудобно вас прерывать, но осталось минуты, иначе мы выйдем из рекламы и вынуждены будем прерывать Родриго Переса. ускоряюсь, невероятно. Давайте тогда мы, опять же, поговорим, только я должен сказать о результатах корейско-японского исследования по послеоперационной лучевой терапии у больных, перенесших и, соответственно, две группы больных, и вы видите, что проведение химии-лучевой терапии существенно уменьшает статистически достоверно частоту местных рецидивов в латеральной группе лимфатических узлов. В заключении, если отвечать на поставленные вопросы, нужна ли профилактическая латеральная лимфодисепция при неизмененных лимфоузлах? Скорее всего, нет, так как результаты, собственно, не отличаются. Работает ли латеральная лимфодисепция при измененных лимфодисепциях? Латеральная поэтому видим, что это необходимо дополнять химио-лучевой терапии. Может ли быть неодневатная химио-лучевая терапия альтернативной при измененных узлах? Вероятно, одна, но при наличии ответа в виде полной регрессии. И нужна ли латеральная лимфодисепция после уже нео-химио-лучевой терапии при собственно исчезнувших лимфоузлах по данным магниторезонансное после лечения? С нашей точки зрения при отсутствии ответа да, а при наличии ответа вот мы вернемся к нашему клиническому примеру мы соответственно соперировали этого больного выполнили низкую переднюю резепцию и соответственно латеральную тазовую лимфоденоктомию вот что оказалось что вот узел о котором упоминал который не исчез в мазоректальной клетчатке в нем при гистологическом исследовании выявлен метастаз в метастаз соответственно вот 18 узлов которые были при лимфоденокте метастазов не выявлено и соответственно мы предлагаем следующий алгоритм спасибо за внимание спасибо за внимание